Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас видео на тему развития ребенка, и я расскажу, как развивается мой малыш в его годик. Последний раз мы о развитии с вами говорили, когда ему было 9 месяцев, я давала отчет 8-9 месяцев, и с того времени как-то у нас не получилось сесть и записать видео на эту тему. Поэтому сегодня как раз-таки будем говорить о его умелках, его режиме и его питании, и всех изменениях. На протяжении последних двух, уже трех месяцев его жизни. Сейчас Рэму исполнился год, 14 апреля мы отпраздновали его первый день рождения, и собственно у нас достаточно много изменений. Изначально первые, наверное, какие-то пару месяцев после нашего последнего отчета, как-то я за ним наблюдала, и мне казалось, что он не то чтобы приобретает огромное количество новых навыков и умелок, он больше укрепляется в старых. В последний раз, когда мы с вами об этом говорили, он только-только учился ползать. Он очень смешно ползал по-пластунски, потом он начал ползать как крабик. Он задирал преимущественно одну ногу прямую наверх, и этот весь процесс выглядел очень-очень комично. Мы тогда делали наш массаж в 9 месяцев, в 10 дней, по-моему, на сеансы длились, и с того момента он очень здорово научился ползать. Во-первых, он встал на четвереньки и сейчас носится по дому как торпеда. Он научился вставать у опоры, теперь это делает очень-очень смело, очень уверенно, и уже, в принципе, даже иногда отпускает свои ручки и может несколько секунд постоять без какой-либо поддержки. Также он научился ходить у опоры, то есть если его поставить у кроватки, и, например, поманить его игрушкой или сосочкой, то он начнет идти по краю и, держась ручками, ножки переставлять шаг за шагом в направлении предмета, который его так сильно интересует. Пока еще мы не пытаемся ходить без какой-либо поддержки, мы с мужем также не учим его ходить за руки, поскольку мнение нашего педиатра и нашего физиотерапевта заключается в том, что это все-таки вредит малышу, ну или, по крайней мере, может навредить малышу. Здесь все дело в давлении, которое оказывается на его развивающийся позвоночник. И, следовательно, лучше оставлять ребенка развиваться так, как его организм это делает естественным способом. Все, что мы можем делать, это помочь ему при помощи физических упражнений, гимнастики, плавания, массажей, не более того. Именно поэтому мы не покупали ему ходунки, вот именно те, в которых ребенок сидит, поскольку все-таки я также придерживаюсь мнения, что от этих ходунков больше вреда, чем пользы. Помимо давления, которое оказывается на его позвоночник, ребенок также учится очень быстро передвигать ножками, поскольку весь его баланс, все его равновесие держит сам ходунок. И поэтому у ребенка нет понимания и ощущения этого баланса. И в тот момент, когда он встанет на ноги сам, он по памяти своего передвижения в ходунках, он начнет быстро передвигать ногами, и тем самым начнет падать. Следовательно, та скорость, которую он начнет набирать, она не будет сопоставима с тем умением держания баланса, которое у ребенка есть, а точнее, у него его нет вообще. И это повышает риск разных травм. Мы ему купили ходунки на четырех колесиках, где ребенок просто держится за рукоятку. Но пока мы этими ходунками не пользуемся. Даже, например, стул, на который может ребенок опереться, встать, и его проталкивая двигаться вперед, он на данный момент намного более для него подходящий, поскольку колесики прокручиваются очень быстро, стоперы, которые есть на двух из них, не помогают. Сила ребенка направляет этот ходунок очень быстро, следовательно, стоперы не справляются. Пока он стоит у стенки, ребенок его использует исключительно как игрушку, не как инструмент, который поможет ему научиться ходить. Еще из умелок что он освоил? Он круто научился сползать с кровати. Причем он очень хорошо понимает, когда я ему говорю, что ему нужно повернуться попой вперед и сползать с кровати попой вперед. То есть я показываю ему жест «поворачивайся». И так как я с ним ежедневно говорю на английском языке, то я ему на английском и говорю «поворачивайся». И он смотрит на мою руку и начинает реально поворачиваться и сползать с этой кровати. Кровать, кстати говоря, у нас достаточно высокая. Матрас у меня такой хороший, более 20 сантиметров, поэтому для него это действительно большое-большое задание научиться с этой кровати сползать. Также он научился сползать со своей кроватки. У нас очень удобная кроватка. Очень легко и удобно можно снять передний бортик. И мы можем в течение дня использовать нашу кроватку, как такой некий диванчик, на котором мы также тренируемся слезать, играть, играем, также я могу его переодевать, если требуют замены подгузник. И, в общем, он научился очень классно с этой кроватки также слезать. Залезать, в свою очередь, он еще не умеет, поскольку действительно высота очень большая, и он просто не понимает, как ему забраться, силы в ручках, чтобы потянуться. У него нет, да и в принципе, у него нет этого порыва, или пока еще он не додумался до того, что можно подтягиваться за руки. Также он очень хорошо понимает, что нельзя трогать розетки. Я знаю, что мамочки многие используют разные-разные способы, как ребенка научить не лезть к этим розеткам. Кто-то использует менее педагогические приемы, щипая ребенка. То есть для него создается ассоциация неприятных ощущений, когда он подходит к розетке. Я, в свою очередь, ну, не знаю, для нас с РМом этот прием не взяла вооружение. Я все-таки больше словами и жестами показываю ему, что нельзя. В принципе, если мы что-то ребенку запрещаем, мы трясем пальцем и говорим «ну-ну-ну». То есть это такой наш общий сигнал запрета для ребенка. И он уже понимает. Изначально он очень смеялся. Ему это казалось достаточно смешным жестом и смешной реакцией со стороны родителей, когда мы хмурим брови, говорим «ну-ну-ну». Он это воспринимал как шутку. Сейчас все-таки он всегда останавливается, каждый раз, когда он слышит «ну-ну-ну» и видит жест, что мама или папа показывают, что нельзя. Есть разы, конечно же, когда он начинает истерить и плакать, просто потому что вот ему сейчас надо и все. Его не интересуют наши запреты. Но в то же самое время он останавливается. Это самое главное. Он может смотреть, он может плакать, он может отвлечься и заняться чем-то другим, но он останавливается. Это самое главное. И также я пытаюсь использовать инструмент не объяснения ребенку, что ему сейчас что-то нельзя. Я использую, конечно, жест, говорю «ну-ну-ну». И после этого я пытаюсь ребенка отвлечь на другое занятие, то есть переключить его внимание. И на мой взгляд, это в нашем случае работает наиболее всего. В общем, в целом он очень круто познает нашу квартиру. Сейчас, когда он уже хорошо знаком с уровнем пола и всем, что он может достичь на этом уровне, он начинает постигать уровень выше. То есть это столешницы, это ванна, это стиральная машина. И, в общем, все, что требует от него встать и стоять. Причем он очень здорово вырос. Сейчас он уже достиг 77 сантиметров. Вес у него, кстати говоря, 9300. И благодаря тому, что он так здорово подтянулся и так здорово вырос, он уже стоит спокойно, опять же, у кровати, у всех наших стульев, также вот у этого его любимого мусорника. И если раньше он еле-еле головушкой мог достичь уровень или высоту этого предмета, то сейчас он уже перерос эти предметы. Если он стоит у кровати, то кровать у него по подмышке. Ровно так же у нас со стульями. Он чуть-чуть выше даже, чем уровень подмышек. И так же он уже перерос уровень нашего мусорника. И с большим удовольствием этот мусорник ежедневно открывает и пытается достать все, что находится в этом мусорнике. Его так же очень сильно интересует посудомоечная машина, духовка и стиралка. И очень много раз он оказывался внутри этих предметов, поскольку ему непременно нужно посмотреть, что внутри, все изучить. И, конечно же, для того, чтобы ребенок успокоился и понял, что это место для него теперь уже знакомо, то я в те моменты, когда эта техника у меня наиболее чистая, позволяю ребенку, конечно же, под наблюдением на серсам, залезать внутрь и изучать эту технику. Также он очень любит наши телефоны, айпад и компьютер, естественно. Любит провода, но эти предметы мы не даем ему в свободном режиме для игр и изучения. То есть мы даем ему посмотреть, мы даем ему покрутить, повертеть. Он также может поиграть с айпадом, с телефоном. Он уже, кстати, очень круто понимает, что здесь работает тачскрин, и он проделывает те же движения, которые проделываем обычно мы с Арсом. То есть он очень хорошо понимает и повторяет. Я пару раз даже включала ему приложение, в котором можно рисовать, и он пальчиком рисовал, пытался понять взаимодействие движения его руки и того, что происходит на экране, но на самом деле не более того. Мы пытаемся до сих пор ограничивать его доступ к экранам. Мы пытаемся всегда диммировать эти экраны, если нам необходимо работать, и он все-таки видит, например, монитор компьютера или экран телефона. И мы не пытаемся для него создавать впечатление, что эти вещи, они плохие, что ребенку нельзя их трогать, и это плохо, что человек, в принципе, берет эти вещи в свои руки, поскольку он, в принципе, видит своих родителей, достаточно часто работающих с этими предметами. Поэтому мы все-таки в будущем планируем ему объяснять, что по большей части мама с папой проводят время в этих экранах для работы, не для развлечений. Ну и в то же самое время мы допускаем для нашего ребенка некоторое время при провождении именно с этими гаджетами. Мы все-таки живем в 21 веке, они неотъемлемая часть нашей жизни. То же самое с камерой, он ее постоянно видит. И, в принципе, с самого рождения ребенок видит маму, которая все время разговаривает с камерой. Следовательно, я понимаю, что это нормальная часть нашей жизни. Мы должны объяснять ребенку, что время при провождении с этими гаджетами, оно ежедневно должно быть ограничено, но в то же самое время допустимо. И именно поэтому, особенно находясь на карантине, что для нас также такой неожиданный поворот событий, в принципе, в нашей жизни, мы по утрам, когда готовим завтрак, когда убираем кухню, мы моем посуду и, в принципе, готовимся к завтраку, накрываем стол, мы позволяем ребенку полчасика посидеть над мультиками. Мы ему показываем развивающие мультики. Я нашла в YouTube классный канал, который называется Dave & Ava. Эти мультики обучают ребенка с первых дней самым стандартным вещам, которые мы учим их при помощи книжек, карточек и так далее. То есть это животные, цвета, буквы, цифры, да и, в принципе, какое-то движение и какие-то персонажи, которые между собой имеют какие-то взаимоотношения. Также, если говорить о развитии, мы работаем с книжками, мы работаем с карточками. Я сейчас показываю ему шесть карточек, которые я выбрала. На каждой из них нарисовано животное. Например, у нас тигр, кошка, собака, жираф, зебра и рыбка. И вот я на протяжении уже пары недель показываю эти карточки в надежде, что через какое-то время, разложив эти карточки и спросив, покажи мне собачку или рыбку, он мне покажет. И также у нас есть развивающий коврик. Вот этот коврик, который у меня сзади. Сейчас он расстелен на взрослую сторону, но если его повернуть на другую, там очень крутая аппликация для ребенка. То есть там у нас есть алфавит. Каждая буковка сопровождается рисунком и словом, который начинается на эту букву. Также есть очень красивый зоопарк, в котором показаны разные животные. В будущем также мы будем учить буквы, цифры и дни недели. Но пока мы работаем только с алфавитом и с животными. И очень круто, что, например, хрюшку, звук, который ему нравится наиболее всего, я вот его всегда показываю. Я говорю, хрюшка говорит... И ему этот звук кажется очень смешным. И сейчас, когда я ему говорю, покажи мне хрюшку, он на этом ковре мне может реально показать хрюшку. То есть он знает, что эта хрюшка делает этот звук. Ещё из таких увлекательных и классных его умелок мой ребёнок научился говорить по телефону. Также он уже учится играть с пирамидками и не только их разрушать, но и также их собирать. Есть у нас очень классные пирамидки, по которым у нас опускаются шарики. И вот ребёнок уже научился тому, что нужно брать шарик и помещать его также в пирамидку. Он очень любит игру ку-ку, когда мы от него прячемся и появляемся. Он очень любит, когда мы прячемся под одеялом. Он очень любит, когда мы с ним играем в щекоталки, когда мама с папой бегают вокруг кровати, на которой он находится. И его щекочет. Для него это самая-самая весёлая игра. И это, кстати, та игра, во время которой он наиболее всего смеётся. В принципе, физически он становится всё более-более сильным. Он уже научился самостоятельно забираться и выбираться из своей детской ванночки, которая также для нас стала неотъемлемой частью наших ежедневных с ним игр. Мы, кстати говоря, здесь, на этом коврике, в нашей детской ванне, на кухне, его очень часто купаем. И этот процесс для нас стал на самом деле не столько процессом именно купания с точки зрения гигиены ребёнка, но больше с точки зрения нашего с ним общения, нашего времяпрепровождения вместе, втроём, как с семьи, в которой мы ребёнку показываем, что мы общаемся, что мы друг другу уделяем всё своё внимание, что мы можем играть, мы можем веселиться, мы можем плескаться водой, и нам не нужно волноваться, что эта вода лишний раз разольётся. Я эти моменты наших с ним купаний и игр ежедневных больше воспринимаю как наш с Арсом урок для ребёнка и нашу попытку показать ему, как может быть и как должно на самом деле быть в любящей семье, в которой родители и дети проводят вместе время в весёлых играх. И они не только думают о том, как научить ребёнка распознавать животных, как научить ходить, как научить есть кусочками, но также мы просто заботимся о том, чтобы ежедневно мы улыбались, ежедневно мы смеялись, и мы просто веселились без какой-либо причины, просто вместе проводили очень здорово время, и в его подсознании это оставило свой отпечаток, и для него это создавало и формировало понимание, какой должна быть семья, и насколько любящей должна быть и тёплой должна быть атмосфера в этой семье. Конечно, он ещё маленький, он, скорее всего, не запомнит практически ничего из того, что сейчас с ним происходит, но я точно знаю, что это формирует его как личность, и это оставит свой очень глубокий отпечаток на его подсознание. И ещё из физического развития следует отметить наши зубы. Есть у нас внизу два зубика, причём эти зубики до сих пор вылезли не полностью, они вылезли на такую хорошую половинку. И всё, больше у моего ребёнка зубов нет. Зато он научился говорить «мама». В принципе, он гулит и уже говорит по слогам очень хорошо, но первое его такое слово, которое он произнёс, это «мама». И уже сейчас я могу сказать, что он понимает, что «мама» — это я. Также он понимает, что «папа» — это «папа», но он «папа» ещё не произносит. В то же самое время, если я скажу, где «папа» или когда Арс заходит, я ему говорю «папа», он поворачивает голову, и он улыбается, и он знает, что это «папа». Также на кухне у нас висят наши портреты, и если я его попрошу показать «папу», то он укажет взглядом именно на «папу». Потихонечку мы также учимся махать ручкой. Он это делает неохотно, очень редко он действительно нам отвечает, когда мы ему говорим «привет» или «пока». Здесь мы ещё в процессе. Зато он очень классно научился целоваться. И если я ему скажу «поцелуй маму» или Арс скажет «поцелуй папу», он нас с удовольствием целует. Понятное дело, он не совершает движения губами, обычно, которые делаем мы, но он приоткрывает ротик и наклоняется к нам для того, чтобы поцеловать нас, и он очень хорошо понимает, что это значит. Также одна из его самых любимых игрушек это мягкая собачка Дэнни, которая поёт и ушками играет с ним игру ку-ку. Для него эта игрушка, она стала какой-то очень такой милой, и он к ней испытывает какую-то особую нежность. Если обычно он игрушки сходу швыряет, бросает, он их там скидывает, то с Дэнни, по крайней мере, он, во-первых, его целует. Когда Дэнни начинает петь на его лице, появляется очень такая нежная улыбка, и он, в принципе, ну скажем так, более нежно, чем остальные игрушки, скидывает его в те моменты, когда он хочет, ну скажем, более так дерзко с ним поиграть. Ещё он целует бабушек в телефоне. В те моменты, когда бабушки нам звонят по видеосвязи, он также, если сказать поцелуй бабушку, он нагинается к телефону и целует экран. В общем, в целом, сумелок это, наверное, пока всё. Давайте дальше будем говорить о нашем питании. Если помните, последний раз, когда давала свой отчёт, я рассказывала о том, что мы справлялись с нашей проблемой запора. Мы отправлялись к астероэнтерологу, наблюдали очень пристально за ребёнком, пытались регулировать продукты, которые он ест, и пришли к выводу, что у него функциональный запор, который под собой не носит никаких особых причин, просто это физиологическая особенность человека, и он может у ребёнка быть. Очень надеюсь, что со временем он просто это всё дело перерастёт, и этот запор у него прекратится, пока мы его регулируем при помощи продуктов питания. Хорошая новость заключается в том, что мы отменили фарлакс, и уже не даём ему препарат, который помогает смягчить стул. Это очень здорово. То есть сейчас мы справляемся только при помощи воды и при помощи продуктов питания. Но есть новость. Я понаблюдала за ребёнком уже в карантине самостоятельно, и заметила одну закономерность. В те дни, когда он ест мясо, у него тут же появляется запор. В те дни, когда он мясо не ест, запора у него нет. Следовательно, я сделала вывод, что его организм пока не принимает мясо. Я позвонила своим педиатрам, поконсультировалась на этот счёт, и мы приняли решение пока отменить мясо. С гемоглобином у него всё хорошо, анализы у него замечательные. Их мы делали, когда он заболел у нас детской розиолой. Это, кстати говоря, первая детская болезнь, которую Рэм перенёс. И анализы в тот момент показали, что с ребёнком всё в порядке. Абсолютно все показатели у него в норме. И мы решили вместо мяса пока попробовать ввести ему белок яйца. Желток он уже у меня потреблял, и осталось ввести белок. Но как только я ввела белок, та же самая история, тут же у ребёнка произошёл запор, и белок по итогу мы также отменили. Недельку мы попробовали пожить на фруктах, овощах, кисломолочке и кашах. Кстати говоря, кисломолочку он переносит очень хорошо. Из этих продуктов мы потребляем кефир и детский творог. И спустя это время мы попробовали ввести рыбу. И, к моему великому сожалению, рыба на ребёнка оказала ровно тот же эффект. Тут же у него произошёл запор. Поэтому на месяц или два мы полностью отказались от животных жиров, и будем замещать этот белок именно растительным. Поэтому для меня, как для мамы, сейчас предстоит большая-большая задача расширять меню ребёнка как раз-таки при помощи растительных продуктов и растительного белка. Что, должна сразу сказать, не так-то легко. Из новых продуктов мы уже ввели макаронные изделия, то есть у нас есть пасту. Не любит он детские звёздочки, вот маленькие мелкие макарошки обожает спагетти и поглощает спагетти только так. Также мы ввели мучные продукты из мучных макаронных. Мы пока только ребёнку дали несколько раз блины. Мною приготовленные туда я, естественно, не добавляю сахар. И мы уже ввели кусочки. Начала ему кусочки давать в нашем питании. Измельчала овощи меньше, чем обычно, то есть не до консистенции пюре. Потом начинала давать ему уже отдельно кусочками, разрезала очень мелко фрукты, овощи и ягоды. Но и сейчас, на самом деле, Рэм может есть голубику в полном размере. Также он, на моё большое удивление, ест мандаринки. То есть целую дольку он может съесть. И несмотря на то, что зубов у нас нет, он всё-таки эти продукты прекрасно жуёт при помощи своих дёсен. И последнее, о чём хочу сегодня поговорить, это наш режим. Режим у нас, на самом деле, до сих пор держится очень-очень здорово. Перед нами не стоит никакой проблемы того, что у ребёнка, например, случился кризис или скачок роста, или лезут зубы, и ребёнок полностью отказывается соблюдать свой режим. Он достаточно здорово в этом режиме находится. В прошлый раз я уже рассказывала, что по мере того, как растёт ребёнок, этот режим начинает плавать. Сейчас, когда ему исполнился год, и на дворе у нас уже летнее время становится намного светлее, мы приняли решение этот режим подвинуть ещё немного вперёд. Наше привычное время ухода на ночной сон, 6 часов, и на протяжении нескольких месяцев это была просто сказка любой мамы, с которой мы уже на данный момент попрощались, я думаю, навсегда. И сейчас ребёнка уже начинаем укладывать ближе к 8 часам вечера. Как я уже сказала, это мы делаем, потому что ребёнок уже подрастает, ему год. Буквально через пару-тройку месяцев мы должны будем уже его переводить с двух дневных снов на один сон. Сейчас, кстати говоря, несмотря на то, что ему всего год, он уже показывает достаточно много признаков того, что он почти готов перейти на этот дневной сон, и мы ребёнка готовим. Обычно дети это делают от 13 до 18 месяцев, в среднем в 15 месяцев, но есть дети, которые готовы переходить на один дневной сон и раньше. Год – это на самом деле самое раннее, когда можно это делать. И так как мой ребёнок прекрасно спит свои 12 часов ночью, то в принципе я уже понимаю, что он готовится к переходу на один дневной сон. Он уже на протяжении, по-моему, двух недель очень сложно уходит на свой второй дневной сон. То есть он может и час плакать, может вовсе не уйти на этот сон. Также он стал просыпаться очень-очень рано, иногда даже нет шести, когда ребёнок уже открывает глаза. И обычно, когда такие признаки наблюдаются в ребёнке на протяжении минимум нескольких недель, тогда родители могут пытаться делать несколько вещей. Во-первых, двигать его режим. Это то, что сделали мы. То есть мы уже передвинули его время ухода на ночной сон с шести до семи. И сейчас мы его уже двигаем ближе к семи тридцати. Впоследствии мы будем ребёнку укладывать в восемь часов вечера. Это должно помочь с его ранними просыпаниями. И также можно делать с его первым дневным сном. Этот первый дневной сон можно двигать на 15 минут, на 20 минут, на 30 минут каждый, например, второй день. И таким образом сдвигать этот сон ребёнка на немного более позднее время. И также можно пытаться сокращать его сны. Можно работать как с первым дневным сном, так и со вторым дневным сном. И в тот момент, когда ребёнок готов к своему одному дневному сну, его режим может выглядеть, например, следующим образом. Ребёнок просыпается в семь часов утра, бодрствует до двенадцати полупервого, потом уходит на свой дневной сон, который длится минимум два-три часа, и дальше бодрствует до своего ухода на ночной сон в семь часов вечера. Если, например, мы будем укладывать его в восемь часов вечера, то очень надеюсь, что этот весь график, он также будет относиться именно к этому времени, и он просто будет просыпаться не в семь часов утра, а в восемь часов утра. Самый главный принцип, которому мы должны следовать, это общее количество часов, которые ребёнок спит в сутки. В год это в среднем четырнадцать часов, одиннадцать как минимум из которых должны выпадать на ночной сон, и всё остальное, то есть три часа, они уже выпадают на дневной сон. Если этот объём часов, он соблюдается, плюс ко всему, если я вижу по ребёнку, что он в хорошем настроении, он просыпается с улыбкой, он не капризничает, он не сонный, то есть я вижу, что у него не появляется перевозбуждение, и он очень легко и с удовольствием уходит на свои сны, тогда можно сделать вывод, что ребёнок действительно готов к одному сну, и режим на данный этап его развития для этого ребёнка правильный. И вот сейчас, когда ребёнку моему годы, я наблюдаю все эти его признаки, мы приближаемся к тому, чтобы переходить на один дневной сон. Ну и плюс ко всему летнее время, вечером дольше светло, и поэтому, конечно же, не хочется с ребёнком из прогулок торопиться домой в 7 или в 6 часов вечера для того, чтобы укладывать его спать. Хочется дольше погулять, находиться на свежем воздухе, и я очень надеюсь, что скоро наш карантин закончится, и мы действительно сможем с ребёнком отправляться в поездки, на пикники, на пляж, там, я не знаю, на прогулки в парк, и сможем больше времени проводить на улице, где также ребёнок сможет очень здорово развивать свои навыки. И ещё, если говорить про режим, также его питание у нас сейчас в очень таком постоянном и очень таком комфортном графике. Ребёнок мой питается 4 раза в день и имеет 1 или 2 перекуса. Всё зависит от конкретного дня, насколько мой ребёнок голодный или насколько у него хороший аппетит. Иногда, конечно же, аппетит у него так себе не очень, и ребёнок, например, не съедает свою порцию, которая сейчас у нас составляет около 300-350 грамм. Общий объём пищи, которую ребёнок принимает за сутки, это 1000-1200 мл. И это всё я делю просто на его кормление в день. Их у нас, как я уже сказала, 4. И если ребёнок в какие-то, например, приёмы пищи отказывается съесть полную порцию, то я на самом деле его и не заставляю. В этот день просто у нас тогда вместо одного перекуса будет 2 перекуса. И ребёнок в течение дня сыт. Я знаю, что он прекрасно выдержит свой 12-часовой сон. И когда он просыпается, он сразу не требует еду. Он может даже часик ещё поиграться. И только после этого мы приступаем к нашему завтраку. Если говорить про время его приёма в пище, то это время, конечно же, у нас также сдвигается вместе с тем, как мы сдвигаем режим. Если сейчас взять за основу наш идеальный режим с одним дневным сном, то я планирую ребёнка кормить следующим образом. Ребёнок просыпается у нас в 8 часов утра. Его завтрак в зависимости от аппетита ребёнка будет от 8 до 9 часов утра. Потом второй его завтрак, ну или первый обед, он у нас будет в 12. Дальше ребёнок отправляется спать в час дня и спит свои 3 часа. В 4 у него полдник, потом приблизительно где-то в полшестого у него перекус и его ужин в 7 часов вечера. После чего мы совершаем свой вечерний ритуал и отправляемся на наш ночной сон. Если ребёнок в какие-то из этих приёмов пищи не съедает полную порцию, то этот перекус я ему даю где-то посередине во время его бодрствования. Это, наверное, все самые-самые важные и главные наши умелки и наше развитие с 10 до 12 месяцев. Я очень надеюсь, что вам мой такой отчёт был полезен и вы что-то сможете взять также для развития ваших малышей. В комментариях обязательно пишите мне, что уже умеют делать ваши малыши. Мне будет очень-очень интересно почитать. Ну и также не забывайте подписываться на мой канал, если этот видеоролик для вас был полезен или он просто вам понравился, поставьте нам лайк. Это очень нас поддержит в развитии моего канала. И не забывайте также подписаться на нас в Инстаграм. Там мы ежедневно публикуем наши сториз и показываем, чем же мы дома в карантин занимаемся, особенно в те дни, когда у нас нет выпусков на этом канале. Ну а на этом я сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам доброй недели. И увидимся с вами в нашем следующем выпуске. На этом сегодня всё. Пока.